Добрый день, программа Paradox, я ведусь Степан Демурин, вот прослушали мы новости. Ну, ЛДПР хочет запретить чеснок, это, конечно, первоапрельская шутка, правда, с ЛДПР никогда не понятно, когда у них 1 апреля, когда нет. Судя по выступлениям их главного идеолога и лидера, товарища Жириновского. Также очень меня поразило разглагольствование об индексации цен, вернее, доходов низкоимущих граждан. Поэтому, ну, никто вообще-то не сомневается в том, что есть инфляция для богатых, а есть инфляция для бедных. Ну, для богатых она получается, у нас, скажем, 6-7%, а для бедных, наверное, все 20. Поэтому индексация на 2% это, конечно, смешно, на мой взгляд. Ну, на самом деле у нас сегодня другая тема, мы поговорим о несчастных многострадальных киприотах и наших гражданах, и компаниях, которые там попали. В гостях у нас всадник апокалипсиса Владимир Левченко. Добрый день, Владимир. Добрый день, Степ. Спасибо, что пришел. Ну, вот с Кипром, на самом деле, очень такая интересная ситуация, на мой взгляд, потому что нам слишком много внимания как-то удивляется Кипр. Какая-то такая маленькая, извините за выражение, страна. Ну, без... Ну, маленькая действительно, а почему нет? Хотел сказать другое слово. Островок. Да, островок. И вот этот островок у нас в прессе и в средствах массовой информации подается как нечто, что способно свернуть шею бурно развивающейся российской экономики. А, бурно развивающейся, да? Ну, так говорят. Говорят. Я первый раз сейчас от тебя слышу, если честно, насчет бурно развивающейся. Нет, ну как, у нас идет модернизация экономики, бурный рост. Да, сегодня даже господин Клепач, замминистра Минэкономразвития, собственно, ну, трудно сказать, сказал, признался там, ну, в общем, неважно о том, что не видать нам роста в 5% и вот такого прыжка. Ну, смотри, это может быть для нас с тобой очевидно, да? Вот сколько времени упорно говорили о том, что делает не совсем так, да? Там, на мой взгляд, Центральный банк говорили долго и вот мы видим все-таки некоторые плоды этих разговоров. Будем надеяться, что меня услышали, не только меня, безусловно. При этом завтра будет у меня очередное заседание на Совет Директоров ЦБ, так что много, в общем, есть моментов. Насчет бурного развития уже, если мы посмотрим данные по росту, вернее, уже не росту, а падению ВВП России за февраль месяц, то, если убрать сезонную составляющую, минус 0,1. Сегодня мы тоже видели данные PMI, то есть уровень активности в обрабатывающем сегменте, он не то чтобы рухнул, как написали в рейтере, конечно, но понизился, действительно, сильнее, чем ожидали. Пока еще выше 50 пунктов, но, грубо говоря, критическая масса накапливается и вот к той стагнации, пока я не хочу говорить, что экономика куда-то падает, но это в любой момент может случиться. Вот к той стагнации экономики, которую мы сейчас наблюдаем, Кипр действительно свою такую определенную лепту добавит. Безусловно, насколько она будет серьезна, это большой вопрос. Я вообще, честно говоря, не стал бы обращать внимание на то, сколько там денег потеряно единомоментно, потому что, вот приведу очень простой пример. Не важно, взять любую индивидуума, любую компанию, это как бы не суть, да, который, ну вот человек, у него есть там, я не знаю, там сбережения, допустим, там миллион чего-нибудь, к примеру, да, ну, допустим, рублей. И вот они у него лежат там в неком банке, ну, пусть на Кипре лежали, да, хотя миллион рублей на Кипре, ну, вряд ли все-таки, ну, к примеру. И, ну, при этом, да, у этого человека есть некий текущий доход, который ему позволяет нормально жить, и, глядишь, раз у него уже миллионы рублей есть, там, ну, что-то откладывать, ну, может быть, там, 10 тысяч рублей в месяц, да, может человек, но отложить. При этом он более-менее живет, у него есть некий текущий поток, который достаточно стабилен и, может быть, когда-нибудь даже возрастет. Так вот, если вдруг он этот миллион рублей теряет, человек, но текущий поток у него сохраняется, да, внутри он, естественно, чувствует себя обиженным. То есть, если мы, например, посмотрим такой показатель, который особенно любят в Америке публиковать, там, как consumer sentiment, то есть настроение потребителей, естественно, этот самый consumer sentiment, он упадет, безусловно, но текущее это потребление у него никуда не денется, оно как было, так и осталось. Поэтому для нас важно то, что вот подобная ситуация, она кроме того, что, да, некая сумма потеряна, ну, вот, она прежде всего бьет по текущему потреблению. А бьет она с двух сторон. Ну, во-первых, заморожена очень большая сумма денег, это раз. Под это дело нужно где-то деньги доставать. Во-вторых, вырастают издержки. То есть Кипр использовался как транзит для многих сделок, реструктуризации, соответственно, раз там деньги подвисли, сейчас невозможно делать через них, нужно срочно искать новые места, тем более, опять же, там, Латвия та же самая, вот тоже уже боится, в общем-то, да, это в первые дни после того, как они вроде бы начали радоваться, да, потом банки денег, два, три не работают, они уже начинали думать, а тут уже, может, и до нас дойдет, может, и от нас начнут бежать. То есть это повышение издержек. А раз, и это в любом случае дарит по экономике, во-первых, реструктурирование тех сделок по недвижимости, которые в основном делались через Кипр, они в моменте просто заморожены, и мне кто угодно может рассказывать, но это будет удар по ВВП России в моменте достаточно серьезный. Ну смотри, ну на самом деле, если так посмотреть, у нас какой ВВП, полтора триллиона где-то, да? Два. Два, чуть больше двух, 60... Ну если добавить серый... 62 примерно триллиона рублей, Степа, так. А 62, хорошо, если еще добавить серый, да, процентов 30, ну получается... Ну не верю, что 30 процентов серого ВВП. Не верю, потому что у нас 70 с лишним процентов, это государственная и окологосударственная экономика, не может быть там 30 процентов. Два, скажем, два триллиона, да, и тут, ну какой там, 60 миллиардов, да, если по максимуму у них были депозиты. Ну что это такое? Это несравнимые цифры вообще. Это 2 процента, извини. Это 2,5, 3 процента, вернее. Смотри, смотри, ведь, насколько я понимаю, сейчас строительный цикл не запустился. Плачут оконщики, плачут домостроительные комбинаты. Не сильно плачут, на самом деле. У нас по-любому будет спад, да, причем который будет где-то в мае мощный. И вот говорит... Вот ты говоришь так, а все кричат, все ждали в марте уже баунса, все ждали, там, ждут и в апреле и так далее. И ждут с ноября, понимаешь, и все вот упорно ждут, все нам рассказывают, а его все нет и нет, а они его ждут, а рынки все выше и выше на этом, понимаешь? Значит, они выиграли. Кто выиграл? Ну как, кто? Те, кто ждали. Рынки-то выше? Ну выше, правильно. Ну вот, ну значит выиграли. Им-то реальная сама экономика, тем, кто ждал роста, им нафиг не нужна. Вообще не нужна никак. Понятно. Им нужны финансовые рынки как можно выше вырастить. Но у нас что-то падают? Наши. У наших, если хочешь, мы поговорим, это отдельная история. У нас такая мистика сложилась, что мне даже страшно самому становится, что может случиться в этом году и в следующем. 500 по РТС? 500 это не страшно, это мы видели, все пережили. А, нет, в этот раз не переживаем. Ладно. Слушай, вот мне что хотелось с тобой обсудить. Такая вот странная стала копаться, вот там Кипри на самом деле, самому стало любопытно. Поскольку все говорят, и все говорят, и я ничего не понимаю, что говорят. Вот стал сам копаться. У меня такой вопрос, первый вопрос возник. Смотри, в кипрской банковской системе там депозитов, по-моему, было на 65 или 66 миллиардов евро. Активов у банков было, по-моему, на 130 миллиардов евро. То есть получается, что у них, собственно, капитал был порядка 60-70. То есть они работали, считай, с плечом 2 на собственный капитал. Взять тот же Deutsche Bank, он пашет с плечом 30-40. То есть офигенно устойчивая банковская система. По бумаге, да, что у нас сложилось. Проходило все стресс-тесты, все остальное. И раз, ее нет. А почему же тогда в 60 раз-то фондовый рынок упал? А? Вот вопрос. Что ж такое-то, за 5 лет в 60 раз? Я привожу этот пример. Я еще год назад говорил, что, господа, посмотрите, что-то все говорят, вот Кипр. Я говорю, нет Кипра, забудьте. И все вот эти разговоры, особенно по телевизору показывают, тем более западные различные телекомпании о том, что вот мы сейчас спасем Кипр, не дадим мы банков. Что спасем? Там ничего нет давно. То есть у них капитала не было в банковской системе практически. Ты помнишь, что было у нас в стране в 98-м году, да, какой был кризис? Так на Кипре в 4 раза круче. У нас в 15 раз индекс тогда упал, а у них в 60. О чем говорить? Причем падали именно банки. Ну, естественно, там другой экономики-то по большому счету нет. Кого спасать? Нет, понятно, что какие-то банки останутся. В любом случае, да, они выживут, выжили, но удар по ним все равно будет достаточно существенный. Но сами, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. И знаешь, в чем здесь, ну, я опять люблю последнее время, ну, тут ничего не сделаешь, вспоминать Иосифа Виссарионовича Сталина. Потеря бдительности. Вот как это называется. Не больше, не меньше. А с чьей стороны? Ну, смотри. А с чьей стороны? Собственно, Киприот. А с чьей стороны? Кто это все? Просто объясни, пожалуйста, как так может быть, чтобы 60 или 70 миллиардов собственного капитала испарилось? Где регуляторы? Кто сейчас куда смотрел? Где деньги, Зин? Да, где деньги, Зин? Там же все хорошо было. На бумажке. Ну, вот. Нифига себе дырочки. В Греции тоже. Ну, ты же помнишь, с чего Греция начиналась? Это 4 ВВП. Ты помнишь, с чего Греция начиналась? Ну, вот. А чему ты удивляешься? Это тоже Греция, собственно. По большому счету. Это же греческая часть Кипра-то. На северном Кипре, про который говорили, что там все плохо, там же... А теперь получается, что наоборот. Что там все хорошо. По сравнению с Кипра. Да, как быстро все меняется. Ну, вот смотри, им такое письмо интересное. В Zero Hedge они разрыли очень интересное письмо. Оно было адресовано мистеру Такису Пидиусу, с характерной фамилией, да? Начальнику Лаики банка от 11 февраля 2013 года. То есть до кризиса. И написал его Джорджио, начальник офиса... Коммуникации Центробанка Кипрского. И где он сказал, что... Сейчас переведу на русский. В финансовом Financial Times с 10 февраля 2013 года была опубликована статья Кипру предлагают радикальные меры по спасению. И там было как раз описано, что будут отбирать депозиты и тому подобное. И вот этот начальник из Центробанка Кипрского пишет, начальнику банка Лаики, что это противоречит Конституции Кипрской. И также противоречит первому пункту, первого протокола Европейской конвенции по правам человека. Поэтому этого никогда не будет. Вопрос возникает. Если это всему противоречит, и вот они такие щепетильные, соблюдать права человека и тому подобное. Как же так все получилось-то? А вот мне тоже. Понимаешь, моя точка зрения очень простая. Ну, банкротится банковская система. Так и не банкротится. Нормальная процедура. Есть счета, которые застрахованы, они остаются, их никто не трогает. Все остальные счета режутся. Мы проходили в 98-м, в 2008-м году вкладчики многих банков. Ничего особенного в этом нет, по большому счету. Но тут же ведь выяснилась очень любопытная подробность, что не приведи Господь, у тебя счет 100 тысяч 1 евро, ты попал. Да. Это вот, вот, они что там все с ума посходили? Ну, на этот вопрос мы ответим после перерыва. Добрый день. Программа «Парадокс». Мы снова в эфире. Телефон студии 6510-996. Код город 495. Звоните, задайте вопрос. У нас в гостях сегодня Владимир Левченко. Мы обсуждаем, надеюсь, в последний раз Кипр, потому что я уже устал слушать и читать об этом. То есть не будет больше Кипра? Ну, мы сейчас с тобой разберемся, сейчас не будет. Так вот, вот, продолжаем мой вопрос, который хотелось. Ну, просто, понимаешь, получается какой-то беспредел и бред. И у меня славится впечатление, что не европейцы не совсем понимают, что творят, и не киприоты, а уж если судить по реакции наших общественных лидеров и деятелей, то они вообще в трансе. Вот, на твой взгляд, что там произошло? Ну, два момента. Момент первый. На мой взгляд, это все-таки обкатка вот действительно вот этой ситуации. Мы видим прекрасно, что когда объявили о том, что можно просто так прийти и взять, и забрать деньги у людей. Ну, например, вот мы с тобой идем по городу, да, по Москве, и тут нас останавливает патруль, полицейский. И говорят, здравствуйте, господа, мы вот там такие-то, такие-то. Берут, делают у нас обыск, находят, не знаю, там, каждую одну, допустим, по пять тысяч рублей. Говорят, так, ну вот вам официальная квитанция, мы у вас тут 10% изымаем. Спасибо, вот такой налог, понимаешь, собственно говоря. Мы говорим, как, с чего, ну, надо помочь там банковской системе России, бюджету и так далее. Вот мы сейчас вот так всех абсолютно, у вас есть уже бумага, что вы, эти 10% у вас изъяты, ну, в общем, и так далее и тому подобное. Вот примерно как поступили. Как мы видели, финансовые рынки вообще не заметили вот этой реакции. Ну, просто ее, как будто ее не было. Ну, через два дня они были на тех же уровнях. Выше, выше. Основные мировые индексы все находятся фактически на исторических максимумах, по большому счету, да. Ну, там где-то там какие-то доли процента, на самом деле. Так что все посмотрели, говорили, о, замечательно, можно таким образом переходить дальше. Кто у нас там может быть следующий на очереди? Ну, понятно, что сделать, например, вот подобную, не знаю, подобное безобразие, я согласен с тобой абсолютно в этой ситуации, в России, скорее всего, не будут. Почему? Потому что у нас есть валюта, мы ее имитируем. У нас есть печатный станок, да. Естественно, да. Мы ее имитируем. И если, например, вот там я или ты или кто-то из радиослушателей являемся гражданином Российской Федерации, резидентом этой страны, мы имеем счет в пределах Российской Федерации в нормальном российском банке, да, который не будет, не обанкротиться, вот, то такой ситуации, безусловно, не случится. Слушай, смотри, а вот новозеландцы заявили о том, что такое возможно у них, стали рассматривать серьезно, у них, кстати, тоже есть свой печатный станок. В английском праве, не верю. Сейчас дальше. Не верю. Испанцы. Испанцы, безусловно, зона евро, нет эмиссионного центра. Канадцы. Канадцы. В бюджете на 13-й год предусмотрено, что на случай кризиса они сделают то же самое. Я выпал в осады, когда прочитал, у них тоже есть печатный станок. Конечно есть. Ну и, разумеется, сам Бернанке сказал, что да, это такое в США тоже возможно. Может быть, он был, себя плохо чувствовал, собирается жухать на пенсию. А что ж он плохо себя чувствовал-то? Уж Бернана Шаловича себя плохо чувствовал. Он от всех должен себя чувствовать-то на планете. У них тоже есть печатный станок. И зачем-то делать такие заявления, чтобы что, все сняли деньги с депозитов, побежали на рынок, столь, покупать государственные облигации, финансировать? Зачем? Понимаешь, я тебе честно скажу, у меня остается впечатление такое, что, ребята, театр абсурда. Вот, а мы дожили. Степ, насчет дожили, насчет дожили, это вопрос первый. Я считаю, что это не то, чтобы только начинается, да. Не могу сказать, что это абсолютно логичное следствие тех событий, которые мы наблюдаем все последние годы, но это такой очередной шаг, достаточно существенный. Что мы с тобой наблюдали последние, получается, сколько? С начала, фактически, 2008 года, то есть последние пять лет. Мы наблюдали финансовые репрессии. Достаточно жесткие, на мой взгляд, то есть мы наблюдали принуждение людей к инвестированию, к бегству от денег, фактически, да. Но с учетом того, что мы видели провалы во многих местах, мы видели кредитное сжатие продолжающиеся, да, несмотря ни на что, то при этом никакой, в общем, сильной инфляции не было. Хотя вот, да, мы тоже в самом начале программы сказали, что одно дело инфляция, то есть инфляция для каждого рода, для каждого социального слоя, она разная. И почему до сих пор ее не рассчитывать таким образом, это, конечно, на мой взгляд, форменное издевательство над населением. Ну, это как бы другая история совершенно. Так вот, мы просто-напросто от одной серии финансовых репрессий переходим к другой. О чем это говорит? Это говорит о том, что несмотря на то, что финансовые рынки находятся на своих исторических максимумах, система-то не работает. Финансовая система мировая, она постепенно перестает выполнять свои функции, и тем более в России. И если действительно, как ты говоришь, что и господин Бернанке, и канадский Центробанк, и новозеландский, если они заявили о том, что они не исключают для себя, что они действительно подтверждают возможность подобных решений. То есть вот конкретно я вот сразу в понедельник после вот этого решения киприотов, я тут же сказал, а давайте-ка, господа, поднимем 36-й томик Владимира Ильича, где он впервые русским языком сказал, а что это мы все, экспроприация экспроприаторов, вот все на латыни, а давайте мы скажем открыто, честно, для своих, понимаете ли, граждан, грабь награбленная. Но это процитировал господин Медведев. Знаешь, все-таки после меня, я могу себе позволить это сказать, но это действительно было после. Не, ну одно дело, другое дело премьер-министра. Просто я это сейчас только читал лично, понимаешь, в свое время, и поэтому вот в чем идея состоит. И сейчас мы приходим к тому, что где работает хуже финансовая система? В России. Потому что в чем состоит вообще идея денежно-финансовой экономики? Она создает в каждый момент времени, в каждой точке максимально эффективного использования ресурсов, максимально возможное количество этих ресурсов в реальном времени. Представляешь, это создавало, вернее, чудовищный экономический рост, и, соответственно, вот на этом росте финансовая система себе брала определенную ренту для того, чтобы хорошо жить. А сейчас вот того-то... А у них мультипликаторы меньше единицы, все, приплыли. Да, а сейчас вот этой стоимости дополнительной, да, которая финансовая система помогает создавать, мировой экономике, ее не хватает уже для самой финансовой системы. И к чему, что приходится делать? Приходится обрубать конечности под часть, под частям. И вот начали, обрубили сначала Грецию, теперь обрубили Кипр, но вот сейчас Россия на очереди, получается. Да, согласен с тобой. В чем именно в этом году Россия на очереди, что самое смешное уже. Четырехлетний цикл. Павел, добрый день. У нас есть вопрос. Павел. Да, слушаю, слушаю. Да, вы в прямом эфире. Да, смотрите. У меня вот интересный появился взгляд на Кипр. Я вчера беседовал с очень компетентным человеком, который мне сказал, что после Кипра в Кремле сейчас форменная паника. Ну, это его как бы источники ему об этом сказали. И главное, что их напугало, это то, что капиталы, выведенные из России, могут быть реквизированы в любой момент, в любой стране. И у меня возникла идея после осмысления всей этой ситуации, что, возможно, мы столкнулись с тем, что Западная Европа пытается обкатать новую схему на примере Кипра. Это реструктуризация экономики, в частном случае Кипра, за счет нелегальных и незадекларированных доходов, которые спрятаны или вложены из России. То есть, вот мне этот человек, очень квалифицированный юрист, один из ведущих юристов России, сказал, что вообще, если бы деньги были честные у вкладчиков, то любой суд, в принципе, они бы выиграли против Кипра. Но так как там в основном деньги чиновников, то они автоматически попадают по 20-ю статью Конвенции, в случае, если попытаются заявить в суд на государство Кипр. И поэтому для Европы и для Кипра это абсолютно безопасно. Сейчас это обкатано на Кипре, деньги фактически реквизированы, причем он считает, что там деньги гораздо более крупные, чем те, которые обозначены. Их хватит на несколько лет, допустим, на выплату зарплат бюджетникам на Кипре. А следующий на очереди Испания, где огромная инвестиция в недвижимость. Еще Люксембург, о Швейцарии, Швейцарию вспомните. Да, 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 но представляете, то есть, если из России, как говорят, выведено полтора триллиона долларов, то Западная Европа сейчас за счет этих денег будет купировать свой кризис и фактически проводить за счет вот этих денег реструктуризацию в условиях кризиса. Знаете, я просто хочу сказать одну такую вещь интересную, криминальную даже. Это сейчас до Кремля дошло. А вот еще три или четыре года назад я на семинарах говорил, что наши чиновники достаточно глупые люди, поскольку не понимают, что они нужны Западу, их деньги нужны Западу только тогда, когда они здесь работают и воруют. Как только они туда попадают и больше здесь не воруют, то всегда, например, те же швейцарские банки могут задать вопрос следующего характера, когда они попытаются вывести деньги. А именно, вот здесь вы поставили галочку, что все деньги белые. А не затруднитесь предъявить налоговую декларацию? Да, да. И все. Вот только сейчас они стали понимать. Абсолютно. Но смотрите, ребятки уже подстраховались на самом деле. Значит, как обычно, Ебросы внесли в Госдуму законопроект номер 243.734-6 от 21.03.2013. Значит, называется он так, очень интересно и непонятно. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок. В общем-то, непонятно, о чем идет речь. Но там есть пункт пятый. А именно, российские лица, в отношении которых к иностранным судам в нарушении компетенции суда Российской Федерации вынесен судебный акт, предусматривающий принудительное исполнение бла-бла-бла, компенсируются Российской Федерации. Вот так вот. Так что они подстраховались. То есть, если у них что-то отберут, заплатим мы. Знаешь, еще какой интересный есть момент. Вот, Павел, вы сказали, что им хватит на какое-то время этих денег. Вы не думаете, что этих-то денег уже нет? Что это дыра? И денег-то, как говорится, все уже украдено до нас, как Георгий Витцин в свое время говорил. Поэтому не хватит им этих денег. И то, что они делают сейчас, это говорит о том, раз они пошли на подобные вещи, чем это, например, может быть чревато для России, что там в Европе, да и с этой Европой, давайте мы у нас разберемся. А чревато это говорит о том, что они прекрасно понимают, что с Кипром, без Кипра, с экспроприацией, с воровством вот этих денег или нет, потоки из России туда, они в любом случае будут, что прекращаться. Значит, они прекрасно знают, что дальше будет с рынком углеводородов. Вот это очень важный момент, потому что с киприотами это отдельная история. Но немцы, люди, мягко говоря, далеко не глупые, далеко причем. Поэтому просто так, подобных вещей они точно делать не будут. И, в общем-то, это такой шаг, который говорит об очень и очень многом. Да, согласен абсолютно, потому что зачем рубить сук, на котором они сидят, но, с другой стороны, они нас загнали в ВТО, поэтому весь, все нефтедоллары теперь просто уходят из страны, мимо казны, что называется. А что будет с рынком нефти? Ну как, он упадет? Да. Да даже если не упадет, Степа. Она вся на ужехана, я с тобой согласен. Да, даже если не упадет. Ну, во-первых, не, ну то, что мы там в ближайшие месяцы увидим 95, это ладно. Ну, смотри, динамика-то цен на нефть, она не растет. Ты знаешь, после того, как я всем показывал цену на нефть в рублях, смотрите, да, и когда я брал интервью Алексея Моясева, заместителя министра финансов, слава богу, он уже говорит, да, Владимир, я согласен, нужно смотреть на цены в рублях. А там есть четкий тренд, который, вот, например, позапрошлую неделю мы впервые за всю историю закрыли ниже этого тренда. Что случилось на прошлой неделе? Несмотря на то, что нефть отскочила к 110, центральный банк начал ослаблять рубль вслед за падающим евро, чего он не делал многие месяцы. Вот это очень важный момент. Снова в эфире программы «Парадокс». Я ведущий Степан Димуров, у нас в гостях сегодня Владимир Левченко. Рассуждаем мы о Кипре и вообще о судьбах мировой экономики. Вот, знаешь, вопрос у меня возник очень интересный по поводу Кипра. Выступал, по-моему, вчера в начальниках парламента. И он сказал следующее, что вообще-то нам от тройки нужно уйти, кинуть всех банкиров и последовать, к примеру, Исландии. И посмотрел я на пример Исландии и сравнил с Грецией. Например, уровень безработицы. У них кризис случился как раз в начале 2009 года. Исландцы, как ты знаешь, сказали всем банкирам «адьос, амигос». Тогда у них уровень безработицы был на пике 10%, сейчас 5,5%. Как в России практически. Да. А греки, они, скажем так, легли под банкиров и под большую тройку, как она называется. Сразу чуть-чуть Сталин вспоминается с судой тройки. Начинали не с 10% безработицы, сейчас 26,3%. Сегодня еще вышли тоже цифры, кстати, уровень активности в промышленности. Очередные минимумы. Слушай, ну у них там просто коллапс, экономический коллапс. Очередные минимумы, да. Причем очень интересно, что если раньше все следовали теории Кейнса, расходы, 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 то теперь почему-то вдруг стали антикенсионизмом заниматься. Так нужно просто меру знать, понимаешь? Ну просто, вот серьезно, может быть Кипру действительно и из той же Испании, и Италии, и Португалии просто выйти из зоны евро и все. Кипру, я опять же в тот же самый понедельник, то есть ровно две недели назад, когда все это началось. Если ты помнишь, что я сказал, да, вот у меня спросили, там была, ну я повторю, для тебя, для радиослушателей в ней несложно, мы с ведущим общались, он говорит, Володя говорит, а вот что нужно делать? Вот России нужно помогать Кипру или нет? Я говорю, ну конечно нужно, если киприоты возьмутся, берутся и начнут ломать шапку, придут к нам, скажут, вот россияне, мы собственно хотим стать очередным еще одним субъектом Российской Федерации, хотим иметь вот российские паспорта, все невозможно. Вопрос? Тогда, конечно, нужно помогать, почему бы не получить еще один вот такой замечательный курорт, да, как в Сочи, даже лучше, если в Сочи 14,5 градусов, среднегодовая температура, а там 18, вообще сказка. Плюс немножко газа. Ну да, это само собой, ну газа в России достаточно, на самом деле там запасов, в общем, вопрос не в этом, но вот если так, то почему нет-то? Ну а не выйти из Евросоюза, зайти в Российскую Федерацию. То есть ты предлагал купить Кипр. Ну а почему нет? Ну мы же, ты же помнишь, в 1867 году Александр Второй продал? Он ее сдал в аренду. Ну, на самом деле, понимаешь, там моменты есть. И все можно вернуть. Пора, да, пора бы и купить уже чего-нибудь, ну причем если в основном на финансовых рынках что-то ненужное покупается и продается, да, потому что, почему ненужное? Ну потому что сам актив никогда практически никому не нужен, всех интересует разница в цене, да, вот. А здесь это очень даже нужная речь, мы будем пользоваться, собственно говоря, и банки останутся, допустим, свои, тем более там ВТБ, дочерний банк есть, собственно, давно. Я говорю, ну и туризм прекрасно. Ну, Олимпиаду зимнюю там, конечно, не проведешь, но можно летнюю провести. Ну при желании можно. Не, ну можно летнюю провести, ну зачем, ну ладно. Слушай, у нас чемпионат мира по футболу есть, распила хватит. Слушай, чемпионат мира по футболу, прекрасно, почему нет, отлично. Причем турки будут строить, и они будут строить раз в пять дешевле, чем в России. Да, и цемент из Турции туда вести ближе. Да, слушай, сплошные выгоды, а чего что они пошли? Ну вот. А они шапку не ломали? Наверное, да, но они сами еще своего счастья не понимают просто. Я про киприотов, естественно. Ты знаешь, вот судя по этому... Рейсы из Москвы на Кипр, там ежедневные сколько угодно. По этому письму, которое зачитал, и потому, что семья президента Кипра и близкий к ним, вот, как казалось, вывели не один миллион евро до кризиса, то, наверное, они свое счастье понимают и живут так же, как и мы. Ну слушай, ты же помнишь, еще год назад, когда рынок сжался во столько раз, я тоже всем говорил, господа, что вы делаете на Кипре. Нет, если вы какие-то транзитные платежи проводите, ну вы же знаете, остатков на счетах не должно быть. Все остальное... Ты знаешь, это бесполезно кому-то что-то говорить, потому что... А это вот потеря бдительности классическая. Причем у киприотов, она у всех, понимаешь, я не знаю, это вирус что ли такой. Люди вот упорно не замечают объективной реальности, да, вот в чем идея состоит. Они не могут, это поведение толпы, они в принципе не могут. Ну, вот... К сожалению. Ты знаешь, это вот то же самое, классическая, опять же, модель, при которой, когда у меня спрашивают, а что будет, а что делать, я говорю, господа, надо сос... Мы каждый должен сам себя ставить в условия мозгового штурма, иначе нас поставят внешние условия. Вот киприотов уже поставили давно, а они все равно этого не чувствуют. Вот следующий уже этап, а дальше вот до чего они хотят дойти, я, честно говоря, не совсем понимаю поведение таких. Не, ну вообще его, конечно, можно объяснить, но с точки зрения, ну, здравому смыслу это никак не поддается, к сожалению. Ну, смысл, ну что здесь не поддается, вот они себя так ведут, так себя ведет толпа, ну, вспомни, как кричали, что Газпром по 400, ну, то же самое. Ты знаешь, Газпром по 400, это все-таки немножко другая история, да, то есть дефолт государства, отсутствие платежеспособностей и фантастический уровень безработицы, и когда людям, не приведи Господь, кушать нечего, понимаешь, это гораздо серьезнее, чем Газпром по 400 или по 130 сейчас. Ну, а механика та же, понимаешь, механика та же, все то же самое. Даже сейчас крупные кукловоды заявляют о том, что европейские политики, они вообще никчемные, их нужно бы всех убрать, но они этого сделать не могут, поскольку те, кто стоит под ними, еще хуже. Понимаешь, и тут система отрицательного отбора, она сыграла свою злую шутку за кулисы, на мой взгляд. Потому что все хорошо, конечно, да, можно сделать мировое правительство, единую валюту, бла-бла-бла, но, ребят, вы довели население до состояния, когда оно готово взорваться, как уже происходило в Испании, в Греции. Ну, в Испании и в Греции пока население не взрывается, но в Египте зато взорвалось, в Тунисе все-таки, ты знаешь, в Тунисе был взрыв, и он сейчас как-то там более мягко. Правительство поменяли? В Египте не отпускают, там тоже поменяли правительство, а ситуация лучше не становится, понимаешь. Вот это очень серьезный момент. Что они, по-моему, не учли. Да, и похоже, что все-таки Африку тоже дадуть пытаются. Не, ну туда пошли французы, они пошли за нефтью и газом, по большому счету, и за водой, в Либию-то пошли за водой, поэтому что там будет? Ладно, давай вернемся к Кипру. Давай, давай вернемся. Хорошо, банковская система там ложится, киприоты будут снова выращивать помидоры и обслуживать казино, получается, да? Ну, посмотрим, что с казино будет, слышал такую версию, конечно. Ну, только что выступили. Да, 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 была версия. То есть этот офшор практически уже убит. Ну, нет, только больной может туда вернуться. На очередь, насколько я понимаю, Люксембург и все остальные офшоры. Что будет? Ты знаешь, господин Шойбле, министр финансов ФРГ, все-таки сказал, что банковская система в Люксембурге, она принципиально иная. Да неужели? Ну, отношение финансового долга к ВВП в Люксембурге было 2500, в Греции было, по-моему, 800 процентов, я имею в виду. И что дальше делать? Что делать нашим бедным соотечественникам, которые любят пользоваться офшорами? Ну, как? Жить честно. Что еще могу сказать? Жить честно. Нет, ты понимаешь, смотри, ты сказал про то, что, вернее, не ты, мы с тобой до этого говорили, вот Павел, да, звонивший сейчас, сказал, что вот европейцы таким образом пытаются забрать деньги, которые лежат на счетах. Но система же очень просто хорошо выстроена, да, специально культивируется коррупция в любой развивающейся стране, не только в нашей, но любой похожей на нашу. Система работает везде прекрасно. Для чего? Для того, чтобы там формировались теневые доходы, доходы, естественно, сразу. Управление элитой. Конечно, доходы складируются в других странах, для этого делаются высокие цены на нефть, чтобы были там доходы, и этими большими суммами оперирует элита в тех странах, куда приходят. Ну, а вся эта цена на нефть размазывается по всему обществу, и, в общем, тоже инфляция для богатых, инфляция для бедных получается. Но в такой ситуации же получается, что система же не может, если убирают большую часть, то есть убирают то, что поток туда перестанет идти, он изымается. То есть получается, что тогда им не надо будет поддерживать коррупцию на стране, а зачем она нужна, если деньги оттуда не пойдут? Понятно, да, что мы приходим к тому, что цены на продукцию нашего экспорта должны быть принципиально другими. Ну, или как минимум они не должны создавать вот ту избыточного денежного потока, который можно направить за границей. То есть получается, что следующим шагом тот же Евросоюз, ну или не суть, так скажем, мировой капитал, он начнет поднимать вопросы о правах человека в Российской Федерации. Ну, знаешь, на самом деле уже поднимаются вопросы о суверенитете над природными ресурсами. Скажем так, они не поднимаются, а сдаются вопросы, что это не есть нечто абсолютное. И что мы можем противопоставить? Ничего. У нас спокойно могут отобрать и нефть, и газ, на самом деле. Неужели вот наша верхушка-то не понимает? Наша верхушка это может быть поймет тогда, когда действительно у них все счета будут обнулены. Не так же, как на Кипре, да, это следующая какая-нибудь серия может быть. Потому что счета обнулены, армии, флота, лучших друзей нет. И что? Ну, армию и флот можно финансировать через печатный станок, ты же понимаешь. А для этого нужно, для того, чтобы работала наша внутренняя экономика. Потому что у нас парадоксальная экономика, это, ну, как бы, я так считаю, но и от многих экспертов это слышал, что у нас сейчас есть спрос внутри страны, но то, что он исключительно кредитный, это ладно. Ну, это важно. Да, нет, это важно, да, но пока он есть, хоть и кредитный, да, это другая история. А предложения на этот кредитный даже спрос нет. То есть, таким образом, мы, собственно, и поддерживаем ту кризисную Европу. То есть, это уже следующая серия, понимаешь, марлезонского балета. Ну, почему? Ну, смотри, у нас ведь как, по-моему, данные я видел следующие, что из 5 долларов внутреннего спроса 4 это импорт. Да, ну, мы очень похожи, очень похожи. Это просто у нас экономика сырьевой колонии создана практически. Ну, по большому счету, да. Потому что, смотри, у нас на каждый доллар полезных ископаемых приходится всего 2 доллара добавленной стоимости. А во всех странах это в районе десятки. То есть, вот мы это плавно с тобой переходим к еще одной теме, которую сейчас очень активно все обсуждают, уже, по-моему, которую неделю, это вот борьба Министерства финансов с Центробанком. А ты видишь, чтобы они боролись? Ну, как же? Ставку нельзя понижать, будет инфляция, ставку необходимо понижать, чтобы экономика развивалась. Она не будет развиваться. По-моему, обе стороны врут. Ну, прям так вот врут, они лукавят, так скажем, все-таки. А в чем, ну, хорошо, в чем лукавство Центробанка? Ну, во-первых, не лукавство Центробанка состоит в том, что он берет и дистанцируется от всей экономики, кроме финансового сектора. То есть они смотрят, кредитный портфель банков и балансы раздуваются, да, инфляция номинальная есть, поэтому, как бы, вот, просто номинально они делают все правильно. Да, то есть денежную массу сжимают, но при этом они просто чудовищно увеличивают объем кредитного плеча в банковской системе. Сегодня опять, да, ты видел заявление, то, что с 12 апреля собираются операцию Репо давать уже под некую корзину активов, в которой можно будет проводить ротацию. То есть она станет более ликвидной, соответственно, да, если у тебя там какие-то активы вдруг там подешевели, ты можешь их там быстро заменить на другие, ну, и прочее, и прочее, там, валютные свопы. Но пирамиду Репова не строят. Ну, они ее уже построили, они ее просто уже дальше раздувают до последнего, понимаешь, вместо того, чтобы дать экономике денег, вот. И, то есть центральный банк борется с монетарными методами, с инфляцией немонетарного характера. С другой стороны, у нас есть Минфин, который уже попал в собственную тоже ловушку, да, когда в первые месяцы года всегда был мощнейший профицит, то есть с запасом. То есть сейчас мы влетели в ситуацию дефицита, чего не было просто чудовищное количество денег. А за счет импорта, роста импорта? Нет, мы влетели за счет падения инвестиций, понимаешь. У нас, потому что спроса, причем есть парадокс, у нас внутри страны есть спрос на продукцию, которая внутри страны не производится. А спроса на ту продукцию, которая производится, ее нет, понимаешь. Солевая колония. Да, это просто страшный разрыв. И вот в такой ситуации мы получаем, а за счет чего? Я уже еще раз приведу пример, что в бюджете на текущие, следующие 15-е годы заложено падение частного сектора. Падение. То есть просто обычные цифры показывают нам, извините, а про какой тогда экономический рост мы говорим? То, что производит государственный сектор, на это спроса нет. При текущих экономических условиях и при текущем просто чудовищном курсе рубля, рентабельность производства внутри страны, ну вообще любого практически бизнеса, она все время падает и стремится. Плюс не забудь так называемый коррупционный налог. Это отдельная история, и, ну слушай, после того, как господин Швецов сегодня сказал, да, о том, что основная проблема это судебная у нас замглавы ЦБ, тут уже просто нечем добавить. Мы выходим на перерыв. Снова программа «Парадокс». У нас в гостях Владимир Левченко. Начали мы с Кипра, как обычно, перешли на многострадальную российскую экономику. Ну смотри, Владимир, ты затронул какой-нибудь интересный вопрос. Вот понизить курс рубля страна импортирующая, правильно? Достаточно пойти на рынок, чтобы мало что найти сделанного в России. Понижает курс рубля, резко вырастает инфляция, падает потребление. Не настолько, насколько рубль упадет. Думаешь, потребление просто не успеет? Должно. Ну, во-первых, смотри, для чего понижать? Я к чему это говорю, потому что ведь сейчас во главу угла ставится так называемая социальная стабильность, и когда вырастут цены, как-то она, может быть, станет менее стабильной. А если они не вырастут, то мы получим гораздо более сильный удар по этой самой социальной стабильности, только чуть-чуть позже. При таком курсе рубля, да, у нас просто людям зарплату перестанут платить очень скоро. Ну, например, свиноводы уже накрылись. Ну, там много будет моментов. Помнишь, еще года полтора назад, когда было, даже, наверное, чуть больше, около двух лет, когда была анонсирована политика Банка России по подобной борьбе с инфляцией, я сказал, что не дай бог в этой стране при нынешней структуре экономики, а она, к сожалению, только ухудшилась еще за эти два прошедших года, не дай бог удастся победить инфляцию. У нас ни одной прибыльной компании в стране, ни одна не останется. Плюс ВТО. Плюс ВТО. Ну, это без ВТО даже было бы, понимаешь? Ни одной. Вот к чему мы приходим, соответственно. Ну, это же было настолько очевидно. Нет, вот мы идем этой дорогой. Поэтому, понятно, что если сделать 35 рублей за доллар, да, сейчас, или 40 рублей за доллар, это кроме инфляции ничего не даст. Абсолютно ничего. Импортозамещение невозможно просто. Конечно, в том-то и дело. Импортозамещение и инвестиции в эту страну пойдут, если курс будет, не знаю, 60 рублей за доллар. Вот тогда начнется и импортозамещение, и инвестиции, и рентабельность появится, и так далее, и тому подобное. Вот тогда да. А если кто-то при этом хочет убежать, да, какие-то капиталы, так они в основном убежали, и там останется не так много. Тем более, исходя из вот того лейтмотива и тех выводов, которые мы сделали, исходя из кипрской ситуации, ну, в общем, лучше сделать ослабление рубля превентивное, чем потом. Ну, понимаешь? И, например, сельхозпроизводители в нашей стране будут, скажут спасибо, да, откровенно скажут спасибо. И тут же у нас начнется строительство различных производств. Опять же, сборочное производство, там, автомобильные все, у них тут же рентабельность вырастет очень и очень даже прилично. Понятно, что не надо этого делать, там, оголтело и так далее. Вот это как раз-таки те вещи, которые достаточно просто считаются. Тут можно сесть и посчитать, и ощутить за, против, там, и так далее. Весь вопрос вот именно в эффективности. А если мы говорим, да, что вот этот денежный поток от, так скажем, коррумпированного чиновничества из страны за ее пределы, он уменьшится, то, соответственно, и, собственно, коррупции должно быть, по идее, меньше. Просто не будут брать больше. Посмотри, что случилось после кризиса. А некуда брать больше-то? Больше-то брать некуда. Уже неоткуда, ты считаешь? Да нет, вот в том-то и дело. У нас экономика тогда, собственно, ляжет. Поэтому какие-то реформы в любом случае, ну, я оптимист, я, как бы, там, планирую, стараюсь быть... Володь, слушай, у меня у тебя такой вопрос. Я многих спрашивал экспертов, и никто не смог мне дать, на мой взгляд, разумительного ответа. А что у нас ЦБ так фиксирован на инфляции? Он борется с тем, чего он не создает. Откуда такая фиксация? Так я говорил о том, да, что он борется с инфляцией монетарными методами, а инфляцией не монетарного характера. Сегодня на Лукове заправился, дизель дороже 95-го в 33,23. Да, да, я тоже на дизель езжу, да, согласен, да, вот, тоже такая ситуация. Ну, а почему, почему у него такая фиксация на этом, понимаешь, какая-то маниакальная? Ну, в общем, мы же видим, да, что частный бизнес, есть задача, довольно-таки тоже частный бизнес, ну, если называть вещи своими именами. Ну, в законе о бюджете прописано, я здесь ничего не придумал. Поэтому, собственно, вот и происходит, если мы будем... Под таким соусом подается... Да, естественно, конечно же, это совершенно четкий принцип. Посмотри, например, что происходит сейчас в Италии, да? А я вот не так давно встречался с одним своим хорошим другом, которым имя тоже не могу называть, ну, человек очень серьезный. Тоже говорили про Италию, там многие мои коллеги говорят, да нет, Италию невозможно там положить. Я говорю, ну, постойте, с таким долгом они гарантированные банкроты. Знаешь, что сказал мне мой товарищ? Он говорит, там просто катастрофическим образом, с фантастической скоростью вымывается налогооблагаемая база. Ну, это предупреждалось, говорилось, да? Да, то есть за счет чего основа, костяк итальянской экономики, в отличие от немецкой, например, тем более российской экономики, это малый и средний бизнес. А в рамках той системы глобализации, для чего вот Дави давили на Грецию, да, отжимали их, для чего там делается сейчас Кипр? Для того, чтобы была глобализация, чтобы ты не мог, да, вот как в Италии, например, прийти и купить, там, не знаю, там, на Сицилии коноли, да, в частной пекарне, да, которые будут совершенно фантастические на вкус, или там круассан, или сыр, ну, там, где-нибудь в Броссери, или в Формажери, то есть, ну, совершенно шикарный. У тебя должен быть огромный завод, все остальные должны быть на улице, цена будет та же, качество будет там в три раза хуже. Вот и идет эта глобализация, мы идем по этому пути. Соответственно, сейчас, если у Италии идет первичный профиль, ну, нет первичного дефицита бюджета, то таким путем, в общем, уничтожая мелкие и средние бизнесы, они и к первичному дефициту придут очень быстро. Нет, ну, у них же очень просто, у них долг растет экспоненциально, а ВВПС падает экспоненциально. Да, ВВПС, ну, падает он не экспоненциально, он, так скажем, чуть-чуть, да, но долг, понятно, и при этом еще налогооблагаемая база вымывается. Вот и в России происходит та же самая штука, только у нас, в общем, не из Брюсселя, да, поступают команды, ну, в общем, ты лучше меня расскажешь, откуда. Практически из Брюсселя. Ну, да, я думаю, там, ну, в общем. У нас есть телефонный звонок, Роман, добрый день. Добрый день, Роман, Москва. Хотелось бы услышать прогноз вашего гостя, значит, на такую ситуацию. Ну, кремлевская группировка, она абсолютно не заинтересована в поднятии промышленности, это показало последние 20-25 лет. Это четверть века, ребят, так, на минутку. Потерянных. Нет, не потерянных, ну, это, точнее, смотря до кого. Ну, не суть, в общем, да, давай, да. Да, вот. Значит, финансовая система заложена, производство заложено, значит, прибыль от нефтегазового комплекса, значит, кипровские события показали, заложена, но кремлевцам все-таки, я думаю, захочется остаться у власти еще, порулить чуть-чуть. Как вы думаете, что еще они, а, да, малый бизнес заложен в вступление в ВТО, да, значит, что они еще, что у них осталось еще в заклад на нашей родине, чтобы еще как-то перед своими хозяевами в Брюсселе, ну, как-то порулить еще здесь, ну, хотя бы еще лет 5-7. Ну, исходя из той ситуации, вот, по которой мы рассказали, да, к чему может привести вот кипрская проблема, но, по идее, ничего уже, в общем, не осталось. Только суверенитет остался, но на это им никто пойти не даст, если уж рассуждать тем языком, о котором вы говорите. А как вы думаете насчет населения? Ну, а как вы, что вы сделаете с населением? Нет, насчет населения это уже заложено, если говорить вашим языком, потому что то, что мы с вами наблюдаем последние годы, это целенаправленное выселение, ну, изгон, грубо говоря, людей, которые в состоянии что-то создать за пределы нашей страны. А, ну, в принципе, да, согласен. Кто? Ну, не знаю. Это вообще... А мы Владимира спросим, Владимир, кто поднимет? Ну, диктатура, может быть, безусловно. Диктатура, а кто будет диктатором? А сейчас нет на горизонте, значит, еще власть будет у тех оставаться, у кого она есть. Да, ты знаешь, я вот, на самом деле, проанализировал, ну, на свой лад события, скажем, в Тунисе, в Египте, и у меня был вопрос, а почему так не произошло в Китае и в России? Потому что страны, на самом деле, очень похожи в том, что жуткое расслоение по доходам, да, мощная репрессивная машина, правительство которой уже долго сидят и, в общем-то, всем, мягко говоря, надоели, мешают развитию экономики. Кстати, в Китае в том числе. И знаешь, к какому интересному выводу я пришел? Чем отличается Египет, вот, скажем, Китай и Россия? А тем, что в Египте недовольство было направлено на федеральный центр, то есть на центральную власть, а в Китае и в России пока что на локальный центр. Это говорит просто о том, что есть некая жировая прослойка, понимаешь, достаточно приличная. И до тех пор, пока эту прослойку не уничтожат, то, в общем-то, будет происходить по тому сценарию, по которому мы двигаемся. Но мы, ты же видишь, двигаемся как раз к тому, что эта прослойка должна уменьшаться. Ну, смотри, средний класс везде уничтожается. Ну, это мировая, там, там, глобализация, да, это нормально. На самом деле, радиослушатели могут спокойно прочитать книжку, например, на русский язык, напомню, называется, например, на русский «Записки экономического убийцы». Как-то так, да? «Diaries of economic hitmen». А там ведь все описано по шагам, понимаете? И вы можете просто купить эту книжечку, ее почитать и отслеживать, выпишите на листочке все шаги, просто отслеживайте. Это сделано, это не сделано, и вы узнаете, что предстоит следующему. То есть ничего нового-то не изобретено. Ну, психология гума-сапиенс, она, в общем, не поменялась. Да, и бюро валютного фонда. Да, ну, а это уже отдельные детали. А тем более, мы же знаем прекрасно, если психология индивидуума, да, осталась той же самой, то психология толпы гораздо проще. Слушай, вот вопрос, который наверняка интересует многих, вот в связи с событиями на Кипре стал очень популярный такой лозунг «Храните деньги в Сбербанке». Вот как ты к этому относишься? Правильно, согласен с этим. А на сколько хватит Сбербанка? А вот для этого есть фондовый рынок. То есть когда? Нет, смотри, если ты, я же уже говорил, если ты гражданин Российской Федерации, и деньги у тебя внутри страны в российских рублях, ничего с ними не случится. Ну, за исключением того, что рубль может обесцениться. Но хранить нужно в рублях, потому что валюту могут конфисковать. Нет, конфисковать не конфискуют, в 98-м году, если ты помнишь, просто по принудельному курсу конвертировали. Ну, я имею в виду, это и есть конфискация. Ну, частично, да, частично конфискация. Но с другой стороны, ты же прекрасно помнишь, да, что когда можно было забрать деньги, например, из того же Сбербанка в 98-м году? Ну, в августе можно было. А когда надо было уже на все покупать акции в России? Всего на все, через полтора-два месяца. Поэтому уж полтора-два месяца, да, можно деньги подержать под подушкой, к примеру. Чтобы потом купить российский рынок? А это уже будем смотреть, что надо было потом покупать, понимаешь? Как мы с тобой знаем, вот кризисные явления, они двигаются очень долго. И сейчас, в отличие, да, то есть вообще, в принципе, в чем парадокс вот кризиса в России? Он состоит в том, что все привыкли к тому, что все хорошо, потом раз и кризис, и опять пошло вверх. А сейчас по-другому. А сейчас он тянется, тянется, и к этому ни люди психологические, ни система... Черт, ты с таким удовольствием об этом говоришь. Не готово. Смакуешь, можно сказать. Ну, а как я еще могу донести вот это для других людей? Понимаешь, чтобы потом они не приходили, не говорили, Владимир, а вы нас вот не предупредили, и мы вот здесь остались беззащитные. Господа, это мозговой штурм, который вы должны сами от себя требовать. Не я. Да, я от себя требую. То есть твое пожелание всем что, тушенка, золото, патроны? Я вегетарианец, понимаешь, это во-первых, да, причем уже очень давно. А насчет патронов, я считаю, что если у тебя в руках оружие, да, то в тебя будут стрелять первого. Либо ты будешь стрелять первым. А вот я этого не буду делать, поэтому мне оружие не нужно. То есть ты вегетарианец, ты не любишь мясо и кровь. Я не просто его не люблю, да, я его не ем уже больше 20 лет. Спасибо, Владимир, у нас в гостях был Владимир Левченко. Желаем вам удачи и пережить кризис. Да, спасибо вам.